Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить невероятно мягкий и воздушный хлеб на закваске с творогом. Это действительно один из самых мягких хлебов. Благодаря относительно большому количеству закваски в тесте и наличию творога, этот хлеб проходит ферментацию намного быстрее. Я думаю, этот рецепт особенно понравится тем, кто ограничен по времени, но хочет приготовить красивый, воздушный и полезный хлеб. Рецепт этот простой и быстрый, а хлеб получается очень ароматный и очень вкусный. Все ингредиенты для этого рецепта вы сейчас видите на экране, они всегда есть в описании под видео и давайте готовить. И для того, чтобы вы смогли сориентироваться по своим температурам у себя дома, я показываю вам свои температуры у меня на кухне и температуру воды также в Цельсиях и по Фаренгейту. Если у вас дома прохладно, воду берем теплую, если у вас дома жарче, чем у меня, то воду берем более прохладную. Для этого рецепта нам понадобится 100% влажности пшеничная закваска. Я свою подкормила сегодня утром и она уже поднялась и на данный момент находится на пике. Большую чашку вливаем в воду, здесь у меня 270 миллилитров. Сюда же добавляю мою закваску. Всего закваски здесь понадобится 160 грамм 100% пшеничной закваски на пике. Закваска на пике всегда пушистая и воздушная и плавает на поверхности жидкости. Если вы предпочитаете ставить опару с вечера, то для этого нужно взять 20 грамм закваски с вечера, добавить туда 70 грамм воды и 70 грамм муки, все хорошенечко перемешать и оставить на подъем до утра. Закваску я уже размешала, она хорошо растворилась и сейчас нужно добавить сюда творожок. Здесь у меня 100 грамм творога. Творог лучше брать мелкий и лучше брать тот, который по суше. У меня творог достаточно крупный, я не стала его пробивать, хотя можно и пробить блендером. И в тесте у меня будут видны небольшие крупинки творога. В этом ничего страшного нет, это скорее персональные предпочтения. И теперь нужно добавить сюда муку. Я взяла 300 грамм пшеничной белой муки, белок можно брать где-то 11,5-11,7-12,5. Будет хороший белок для этого теста. Также я сюда насыпала 150 грамм цельнозерновой пшеничной муки и теперь все это хорошенечко перемешиваем до полного увлажнения муки и до образования однородного теста. Сильно вымешивать не надо, но как только вот мука собралась, намокла, тесто собралось в комочек, тесто готово. Вот такое оно получается. Выглядит немножко таким рваным, очень липкое и не имеет никакой структуры. Кусочки творога у меня видны, как вы видите. И на этом этапе тесто оставляем, закрываем его крышкой и оно будет отдыхать у меня ровно один час. Поскольку дома у меня достаточно прохладно, а благоприятной температуры ферментации я показала, поэтому я убираю свое тесто в слегка разогретую духовку. Здесь у меня остатки закваски, я решила подкормить и показать вам, как я это делаю. На дне осталось не так много, грамм примерно 60, поэтому я добавила еще 60 грамм муки, добавляю 60 грамм воды, все это хорошенечко снова перемешиваю. Закваска любит, чтобы у нее была хорошая консистенция, поэтому соблюдаем все пропорции и хорошенечко ее вымешиваем для полного обогащения кислородом, воздухом. Закваска любит, когда ее вымешивают, поэтому потратить на это время нужно. Все, собираем заквасочку со стенок банки, округляем все это, оставляем, закрываем крышкой и убираем в холодильник. Дожидаться подъема не нужно. За это время тесто у меня постояло, внешне оно никак не поменялось, оно по-прежнему такой же, как было. Сюда же я добавляю 10 грамм сахара и 10 грамм соли. Дополнительную жидкость я сюда не добавляю, потому что сахар размягчает тесто, увлажняет тесто и этой жидкости будет достаточно для того, чтобы растворить соль. Работаем с тестом аккуратно, аккуратно складывающими движениями, как бы втираем эту соль и сахар в тесто. Тесто увлажняется, соль растворяется и вымешиваем тесто буквально до тех пор, пока вы не перестанете чувствовать кристаллики соли и сахара своими руками. Тесто собирается в комочек и теперь оно уже больше не прилипает. Всего на замешивание у меня ушло примерно 2-3 минуты. Я решила здесь тесто переложить в новую чашку для того, чтобы было видно хорошо подъем. Я ее смочила водой и переложила тесто. Снова закрываем и отправляем на отдых. На данном этапе тесто будет стоять 3 часа. В течение этих 3 часов мы будем делать 2 раза растягивания и складывания каждые полтора часа. Это у меня сейчас я вам показываю первое растягивание и складывание. Тесто у меня уже постояло и отдохнуло полтора часа. Воду я поставила рядом с собой, смачиваю пальцы водой и начинаю делать растягивания и складывания. Для этого конец теста подтягиваем вверх и накладываем его на поверхность теста. Формируем такой шарик. Проворачиваем миску вокруг своей оси несколько раз и повторяем этот процесс до тех пор, пока тесто тянется. Накрываем снова его крышкой и убираем снова на полтора часа. У меня уже снова прошло полтора часа и вот так на данный момент выглядит мое тесто. Оно заметно увеличилось в объеме, стало пушистым и мягким. Повторяем все процессы снова. Снова делаем складывание и растягивание. Очень многие пропускают эти моменты в видео, проматывают и не смотрят, но на самом деле это очень важный процесс, то как мы делаем растягивание и складывание. Очень важно не повредить клейковину, а именно укрепить ее, растянуть ее, так, чтобы тесто стало гибким, податливым и эластичным. Растягивание и складывание второй раз закончили и снова убираем тесто на отдых на час. Вот так на данный момент выглядит у меня тесто, но очень хорошо поднялось примерно в два раза с тех пор, как мы его вот замесили. То есть относительно своего изначального объема тесто поднялось в общей сложности в два раза. Подпыляем стол обильно мукой и выкладываем тесто на стол. Это тесто очень липкое, особенно сверху. Руки обязательно тоже присыпаем мукой и снизу подхватываем тесто и накладываем края теста с нахлестом друг на друга. И сворачиваем затем тесто рулетом. Тесто нужно формовать не слишком туго, но при этом не слишком слабо и когда мы округляем, стараемся создать натяжение на поверхности теста, для того, чтобы у нас потом был красивый разрез. Тесто на данный момент готово. Накрываю его снова крышкой и оставляю его отдыхать еще на 20 минут. Через 20 минут тесто расслабилось, клейковина расслабилась и с ним можно снова работать. Подхватываю тесто на шпатель, переворачиваю вверх дном так, чтобы та сторона, которая в муке оказалась снова на муке, а та сторона, которая была липкая, оказалась снова сверху. И закрываем края. В этот раз края теста с нахлестом накинуть уже не получается, потому что тесто уже тугое и достаточно сформировано, поэтому я просто соединяю края и затем переворачиваю тесто и снова сворачиваю его рулетом и прохожусь по всем швам, закрываю швы. Важно пройти со всех сторон, для того, чтобы булочка была аккуратной и не раскрылась во время выпекания. Подхватываю тесто и перекладываю в заранее припыленную мукой корзину. И вот так тесто выглядит у меня на данный момент. Оно достаточно плотное, оно сильно не дрожит, но оно готово. Если вы хотите выпекать сразу, то сейчас можно оставить тесто при комнатной температуре примерно еще на час и сразу выпекать. Я же люблю делать холодную ферментацию тесту, поэтому я его брала в холодильник на ночь. Выпекаю я свой хлеб обычно вот в такой кастрюле. Мне нравится результат в кастрюле. Для этого я сейчас поставлю ее в духовку и начну разогревать духовку вместе с кастрюлей внутри. Для того, чтобы испечь хлеб, совсем не обязательно иметь кастрюлю. Можно также его испечь на противне или на камне для выпечки. Кастрюля у меня уже нагрелась и духовка нагрелась. И сейчас я достала хлеб из холодильника. Он у меня холодный. Переворачиваю и выкладываю его на пергамент. Хлеб сейчас хорошо держит форму, достаточно плотный и в принципе можно на нем сделать и рисунки. Но я сегодня решила не делать, сделаю просто основной разрез. Разрез делаем по косой линии, примерно под углом 30 градусов, достаточно глубоко, около 1 сантиметра. Спрыскиваю хлеб сверху водой и перекладываю хлеб в свою нагретую кастрюлю. Выпекать хлеб будем при температуре 250 градусов по Цельсию или 482 по Фаренгейту. Сначала будем выпекать под крышкой 20 минут. Затем температуру нужно понизить до 200 градусов по Цельсию, 392 по Фаренгейту. И будем выпекать еще дополнительно без крышки еще 15 минут или до желаемого цвета. Если вы выпекаете открытым способом на камне или на противне, то время, которое я говорю под крышкой, это будет время с паром и время без крышки, это время, когда пар нужно будет вытащить из духовки и допечь хлеб. В итоге у нас получился вот такой красивый хлеб. В этом хлебе достаточно небольшое количество творога и сахара, поэтому хоть он и пахнет сдобой, когда выпекается и потом, когда уже остывает, на вкус это все равно хлеб. То есть это не сдобное тесто, нельзя сказать, что это булка, это именно хлеб. Вкусный, ароматный и очень мягкий хлеб. Хлеб хорошо пропекся, у него хорошая донышко и очень тоненькая хрустящая корочка. Ну и давайте посмотрим, сколько у нас по весу получилось. Получилось 897 грамм. Достаточно большой крупный хлеб. И уже видно при нарезке, насколько этот хлеб мягкий. У него просто тончайшая корочка и нож проваливается в хлеб. Хлеб действительно мягкий, весь покрыт порами, у него хороший, очень рыхлый мякиш. При этом он тягучий, очень текстурный, но очень-очень мягкий. Этот хлеб действительно невероятно мягкий. Он мягкий в первый день, но с легким хрустом корочки. На второй день корочка становится более мягкой и хлеб становится еще более мягким. Для любителей мягкого хлеба это как раз то, что нужно. И как обычно, если у вас остались какие-то вопросы по этому хлебу, по рецепту, на все вопросы я отвечаю в комментариях внизу под видео. И если захотите приготовить и поделиться своими фотографиями, то это можно сделать в моем телеграм-канале, информация тоже будет в описании.